Впереди у нас много интересного и про искусственный интеллект, поговорим и про миллиардеров петербургских. Но начинаем мы со стартапов. Невозможно просто пройти мимо громкого заявления корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Как сказал сегодня ее руководитель Александр Браверман, они намереваются вложить в поддержку российских стартапов 2 миллиарда рублей. Что важно для нас, для Петербурга. Обычно на наш город приходится 10-я часть примерно федерального финансирования господдержки. Поэтому если уж выделят обещанные вот эти самые 2 миллиарда, то мы можем рассчитывать на 200 миллионов рублей для наших стартапов. О чем идет речь? Прямо в руки деньги предпринимателям не дадут. Конечно, это будут банковские гарантии, по сути, поручительства, которые можно использовать вместо залога по кредиту. Это должно стать существенной поддержкой для начинающих бизнесменов, чья деятельность, ну разумеется, сопряжена с очень большими рисками. Ведь в этом случае банки согласятся выдать кредит под гораздо меньшие проценты. Ну вот у кого больше будет шансов эти деньги получить, как будут счастливчиков этих отбирать, собственно, вот об этом поговорим сегодня. Прямо сейчас поговорим на прямой связи с нашей студией по скайпу Игорь Рождественский, генеральный директор консалтинговой компании, ну и в прошлом директор бизнес-инкубатора Ингрия. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь находится в Китае, между прочим, там сейчас уже глубокая ночь. Игорь, ну смотрите, схема вообще, как вы думаете, будет ли работать это? Или может быть есть какие-то поинтереснее модели? Вы знаете, у меня есть, честно говоря, серьезные проблемы с этой схемой, потому что здесь опять-таки относятся к стартапу как к малому бизнесу. А они похожи, как вот ребенок и карлик, только в том, что они маленькие. Есть ключевое отличие. Для того, чтобы возвращать кредит, нужна выручка. Малый бизнес, кафе, прачечная, киоск какой-нибудь, он работает на выручку с первого дня. Стартап работает на капитализацию, и он может 10 лет работать на капитализацию, патенты получать, накапливать пользовательскую базу и все остальное. Это все происходит в поле высочайшей неопределенности, и вот, например, Google 10 лет не имел никакой выручки. Вот как они будут отдавать эти кредиты? Объясните мне, пожалуйста. Ну хорошо, а как должно быть тогда оптимальная модель? Здесь должны быть какие-то другие схемы. Во-первых, может быть, нужно при строгом отборе давать безвозмездно. Потому что, как делают, например, китайцы, как делают финны. Кажется, что деньги могут вернуться и ищут какую-то бюджетную эффективность. Но бюджетная эффективность не в этом. Не в том, чтобы в бюджет вернулись деньги, а в том, чтобы на рубль бюджетных денег других денег пришло 10 рублей в экономику. Не в бюджет, а в экономику. Вот в чем разница критическая. Ну, допустим, там есть какие-то свои расчеты. Если мы будем говорить о том, что все-таки все это заработает. Как думаете, кто получит эти деньги в первую очередь? Понимаете, что дело? Есть как бы общие тренды, действительно. Есть рынки, которые дико быстро растут. Виртуальная дополненная реальность. 88% капитализации рынка в год. Электронные средства обучения. Эдютейнмент, что называется. 36% в год. И у нас в Питере, в общем, есть много достойных проектов. И не только в Питере. Ну, возьмите, красивая компания, маленькая такая, Пилигрим-21. Они шикарно восстанавливают исторические ландшафты в дополненной реальности. То есть, вот, допустим, на площади Бастилии они Бастилию поставили. Там вторая история. Есть прекрасный проект из больших данных. Компания Профископ собрала 12 миллионов объективных резюме программистов по всему миру. Собрав эти резюме по кусочкам из того, что они делали эти ребята в социальных сетях. В общем, найти-то можно. И действительно, все это очень хорошо. Но важно правильный механизм сделать, чтобы за этими ребятами потом, так сказать, вместо радости, обладания денег, коллекторы не гонялись. Игорь, я прямо за вами записываю сейчас следом название всех этих компаний, для того, чтобы мы в нашей программе смогли подробно потом рассказать о том, чем они занимаются. Вам большое спасибо за ваше мнение. Игорь Рождественский, генеральный директор консалтинговой компании и в прошлом директор бизнес-инкубатора «Ингри» был на прямой связи с нашей студией по скайпу. Продолжение. Привет Петербургу. Спасибо.